Партнер программы сеть детских клубов Йити и Дети Здравствуйте, ребята! Привет! Меня зовут Света, сегодня я снова в компании Акима и Вари. Важная информация для тех, кто еще пока не видел нашу передачу. Мы с ребятами находимся в стране безопасности, где можно научиться простым правилам грамотного поведения практически в любой ситуации. Ребята, наверняка много вы уже знаете от взрослых людей, от своих родителей, учителей. Но я думаю, что это как раз тот случай, когда можно повториться. Вы со мной согласны? Да! Хорошо. А сейчас время нашего первого конкурса. Это будут снова загадки. Но на этот раз нужно будет составить слова-отгадки из букв, которые прикреплены у вас на стенде. Заодно проверим, как вас научили читать и писать в школе. Каждый правильный ответ будет стоить одну фишку. Еще одна фишка тому, кто справится быстрее. Я буду вам помогать. Буду называть количество букв в каждом слове. Итак, если все понятно, то давайте начинать. Подходите к стенду. Первая отгадка, ребята, самая сложная. Она состоит, слово-отгадка, из десяти букв. Поэтому я предлагаю вот в первой стопочке взять оттуда две первые буквы. Это буквы П и буква Р. Это будет моя маленькая подсказка вам. А с остальными буквами вам придется разбираться самостоятельно. В первой стопочке Аким, верхней. Варя, верхняя стопка. Берете ее в руки. Находите букву П и букву Р. И уже в ряд ставите друг за дружкой. Это первые две буквы слова-отгадки. П. Быстренько, быстренько. П находим. П, П, П. Ой, я Р. И Р. Итак, первая загадка. Заклубился дым угарный. Гарью комната полна. Что пожарный надевает? Без чего никак нельзя? Десять букв. Первые Пр. Думаем сами. Что надевает пожарный, когда случается пожар, чтобы не задохнуться угарным дымом? Я забыла, как называется. Вспоминай, Вайк, про себя. Я не вспомню. С горем пополам мы видим, что у Вари здесь написано противогаз. Правильно написано. Правильный ответ противогаз. Действительно, ответили правильно. Аким справился быстрее. Молодец. Поэтому получаешь две фишки и одну за правильный ответ Варе. Итак, слушаем вторую загадку. Ребята, отгадка состоит из пяти букв. Слушаем. Шипит и злится, а воды боится. Аким, пока ты будешь раскладывать, Варя уже сейчас два раза напишет слово. Сразу прикрепляй. Так, Варя, молодец. Все, я все. Молодец. Варя справилась, справилась. Быстро ждем Акима. Я тебе уже кладу в копилку две фишки за правильный и быстрый ответ. Молодец. Так. И Аким тоже догадался, о чем речь. Это действительно огонь. Молодец. Одна фишка и Акиму. Следующая загадка, последняя, последняя возможность заработать фишки в этом конкурсе. Читаю. Слушайте. Если в доме вдруг случится из окошек дым клубится, и огонь, и пышет жар, это значит, там пишем, что там случилось в этом доме. Вот правильно, Варя. Это тоже вариант на пол положить. Аким, доску. Сейчас мы повернем. А ты пока пиши, пиши. Старайся правильно писать. Вспоминай, как пишутся правильно слова. Варя, молодец. Справилась правильно и быстро. Хорошо. Аким, тебя ждем. Варя, можешь присаживаться. Присаживайся уже на место. Хорошо. И буква «Р». Хорошо, Аким. Присаживайся. Тоже молодец. Ну что, фишки. Варя, быстро и правильно. Две фишки. И Акиму за правильный ответ. Держи. Хорошо. Сколько фишек получилось? У Вари пять, у Акима четыре. Хорошо. Итак, ребята. Неплохо справились вы с моим заданием. Вчера вы уже познакомились с экспертом по пожарной безопасности Марии Александровной. И сегодня время очередной встречи с ней. Внимание на экран. Ребята, привет. Здравствуйте. Я очень рада нашей новой встрече. Не так давно мы с вами уже говорили о правилах безопасного пользования лифтом. А сегодня поговорим о том, как себя вести, если в лифте случился пожар. Ребята, причиной пожара в лифте чаще всего становятся непогашенные спички, окурки сигарет, брошенные на пол или в шахту лифта. Или короткое замыкание электропроводки. При появлении дыма в кабине лифта немедленно сообщите об этом диспетчеру, нажав кнопку «Вызов» или «Спасателем», набрав номер 101 или 112. Дождитесь остановки лифта. Выйдя из кабины, заблокируйте двери любым предметом, чтобы никто больше не смог вызвать лифт. После этого спускайтесь по лестнице на улицу и дожидайтесь приезда спасателей. Если вам удалось вызвать помощь, а покинуть кабину лифта невозможно, не паникуйте. Закройте рот и нос тканью, сядьте на пол и ждите спасателей. Если вызвать помощь не удается, громко кричите и стучите по стенам кабины, чтобы вас услышали люди. А на сегодня это все. Будьте всегда внимательны на своем жизненном пути, а я желаю вам успехов и, конечно, победы. Ребята, это еще не все испытания на сегодня. Впереди финальный конкурс. И тому из вас, кто внимательно слушал нашего эксперта по безопасности Марию Александровну справиться с задачей моей, будет намного проще. Итак, ребята, у вас на стенде расположено несколько карточек с правилами поведения при возникновении пожара в лифте. Три из этих карточки правильные, а две неправильные. Вам необходимо в первую очередь избавиться от неправильных карточек, снять их со стенда. И оставшиеся три правильные нужно расположить сверху вниз. Сверху то правило, с которым нужно справиться в первую очередь при возникновении пожара. И ниже то, что можно сделать потом. Каждый правильный ответ стоит три фишки. И пять фишек тому, кто справится быстрее соперника. Понятно? Направляйтесь каждый к своему стенду. Начали. Сначала убираем те, которые неправильные у нас картинки. Их две. А оставшиеся три правильные располагаем сверху вниз. Что нельзя делать при возникновении пожара в лифте? Думаем сами. Потому что соперник может ошибиться. Если вы посмотрите, как он сделал неверно, то сделайте тоже ошибку. И фишек вам не видать. Я все. Хорошо. Если Варя справилась правильно, то получи две фишки за скорость. Мы подождем Акима. Аким, побыстрее старайся. Сверху вниз. Вот так. В рядочек. Первый, второй, третий. Что в первую очередь делаешь вверху? Что в первую очередь надо сделать, когда случается пожар в лифте? Потом, что во вторую очередь? Сверху вниз. Аким. Лесенкой. Раз, два, три. Вот так. Молодец. Хорошо. И Аким справился. Ну что ж. Варя у нас была первой. Значит, проверим Варю. Что Варя убрала? Нажать на кнопку стоп и тушить пожар. Правильно, Варь. Этого делать нельзя. И второе, что написано, прочитай, пожалуйста. Нажимать на все кнопки. Категорически запрещено. Умничка. А здесь то, что нужно делать. В первую очередь позвонить диспетчеру или по номерам 101-112. Верно, Варь. Второе, что Варь читай? Заблокировать дверь. Правильно. И третье? Пойти на улицу. Выбежать на улицу. Умничка. Итого, правильные ответы у тебя. Один, два, три, четыре, пять. Правильно, ты распределила все. Пять умножить на три. Это 15 плюс две фишки за скорость. 17 фишек. Ты довольна? Ага. Молодец. Аким, ты что убрал? Нажать на кнопку стоп. Это так. Все верно. И здесь тоже расположил все верно. Аким, молодец. А ты получаешь 15 фишек. Тоже очень много. Присаживайтесь, ребята. Будем получать фишки. Сейчас я вам их насчитаю. Итак, Варе 17 фишек. Ребята, такого количества фишек в нашей передаче я еще не давала никому. Пять, восемь, десять, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Варе, и еще мне стоит 15 насчитать Акиму. Аким, дай его ближе к коробочку свою. Пять, Акиму, еще три, восемь, десять, двенадцать, пятнадцать. Ребята, теперь быстренько сосчитайте, сколько сегодня во второй конкурсный день вы заработали фишек. Внимательно считайте. Все это ваши баллы, ваши фишки. Двадцать два. Девятнадцать. Девятнадцать. Практически равны. Отлично. Ну что, готовимся, встречаемся завтра, ребята. До встречи. Пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова